Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, Вечный зов родной земли. В 2009 году наш курорт стал первым на Черноморском побережье городом безбарьерной среды. Программа по социальной адаптации инвалидов продолжает свою реализацию. Профессионалы подводного плавания разработали и внедрили в жизнь проект под названием «Подводное плавание как метод социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья». Инициаторами проекта стали Конфедерация подводной деятельности России, Анапский клуб подводного плавания «Акваглобус» и Международный журнал о подводном плавании «Инвертум». В прошлом году в Анапе открылись курсы для инструкторов подводного плавания, которые были ориентированы на работу с инвалидами. Работа в этом направлении продолжается и сейчас. Люди с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков России прибыли в Федеральный детский центр смены, чтобы обучиться дайвингу. Вообще планируем, конечно, программу обширнейшую. Мы все-таки хотим в российской среде вырастить инструктора-инвалидов. Первые шаги пока вот такие. Мы сейчас обучаем людей на сертификат для того, чтобы человек развивался, рост дальше. Многие из этих людей сильны не только духом, но и телом. Они стараются усовершенствовать себя в различных видах спорта. Марина Виноградова – инвалид первой группы. Страдает рассеянным склерозом. Ее оптимизму к жизни можно только позавидовать. Вчера она, минуя обучение в бассейне аквапарка «Суко», не побоялась с инструкторами погрузиться в Черное море. Сегодня закрепляющий этап занятий – погружение в водный бассейн. Я в принципе не представляла себе, что такое возможно, что инвалид может погрузиться как в бассейне в воду, так в море и не просто поплавать, побултыхаться на берегу, а с аквалангом, чтобы все как у здоровых взрослых людей было. Марина на этом останавливаться не собирается. Впереди еще столько нереализованных желаний. Есть еще у меня одна заветная мечта – прыгнуть с парашютом. То есть у меня раньше я хотела покататься на лошадке, сейчас у меня первый спортивный разряд по паралимпийской выездке. До КМС немножко не дотянули. Под воду мы уже погружались. Вот еще с парашютом прыгнуть. Вслед за Мариной Виноградовой освоить морские глубины пожелали и другие гости курорта с ограниченными возможностями здоровья. Инструкторы Алексей и Елина рассказывают, как нужно обращаться со снаряжением, как правильно спланировать погружение и легко всплыть, а также как правильно вести себя во время непредвиденных ситуаций. Через несколько минут от страха не остается и следа, и новички уже спокойно плывут под водой. Такой туризм помогает социальной адаптации. На маршруте проходит постоянное общение между участниками. Взглядами, жестами – это, конечно же, победа. Победа, прежде всего, над самим собой. Сначала паника, честно, а потом ручка. Нормально все. Ручка хорошо, но инструктор хороший. Ну что, думаете, в море идти? Сейчас – да. Еще одна из задач, на самом деле, пропаганда такого вида деятельности замечательного, как дайвинг. Потому что очень многие крайне удивляются и говорят, неужели это мне, вот я могу. Можешь, любой может. Для многих из этих людей подводное плавание – неоценимый компонент восстановления. Город безбарьерной среды Анапа дает возможность инвалидам укрепить здоровье, преодолеть психологический барьер и почувствовать себя равным в обществе. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.